Особое мнение на 101FM Дмитрий Осипов, один из кандидатов на должность главы администрации нашего города, победил в кадровом конкурсе Боже, какая неожиданность Да, его кандидатуру будет рекомендовать городской думе конкурсная комиссия И, собственно говоря, на момент сегодняшней этой новости единственным соперником Дмитрия Осипова был Вячеслав Семаков Исполняющий, ну, в смысле, ныне являющийся руководителем Первомайского территориального управления Да, 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 Альберт Бекалюк, который участвовал в предыдущем конкурсе, да, депутат городской думы от Справедливой России В новом конкурсе участвовать не стал, объяснив это тем, что, а, все бесполезно Вы сказали, какая неожиданность Ну, на самом деле, здесь не буду оригинален, но обращу ваше внимание, что достаточно давно, еще до того, как этот конкурс начал проводиться Обозначалось, что наибольшие шансы имеет как раз господин Осипов во многом благодаря поддержке областного правительства Я не знаю все это за кулисью Плохо себе представляю, как работала конкурсная комиссия В этой части я готов со своей стороны, как кировчанин, предоставить вновь избранному главе определенный кредит доверия с своей стороны Посмотрим, посмотрим, как он войдет в работу, что нового мы увидим, какие новые события, какие новые предложения поступят со стороны нового главы администрации Может, и новые люди появятся? Ну, это, безусловно, появится В любом случае, команда будет меняться, она должна меняться, обновление – это залог успеха Поглядим Я хотела только напомнить вам, наверняка вы помните, да, эту историю с выборами нового главы администрации после ухода Ильи Шульгина Сначала они могли сформировать губернаторскую часть конкурсной комиссии Потом сформированная конкурсная комиссия, опять же, губернаторская часть не явилась на собеседование с кандидатами Одним из которых тогда как раз был Дмитрий Осипов И тогда некоторые наши эксперты говорили, что причина всей вот этой вот неразберихи, причина в том, что просто, ну, в том числе в областном правительстве опасается, что Дмитрия Осипова выдвинут в качестве кандидата, а депутаты на заседание его просто возьмут и прокатят Я напомню, да, депутаты городской думы должны еще согласовать кандидатуру нового главы Вот тот факт, что сейчас Осипова конкурсная комиссия утверждает, означает, что все противоречия сняты? Да нет, конечно, с точки зрения устава муниципального образования города Киров, наши депутаты запросто могут не согласиться с рекомендациями конкурсной комиссии Я точно так же напомню вам, Аня, что по результатам последнего тура отбора, где еще господин Бекалек участвовал Там были, с его стороны, забавные предположения о том, что некоторым из конкурсантов содержание экзаменационных билетов было известно заранее А ему пришлось фактически на коленке отдавать ответы Не хочу, на самом деле, здесь никого ни в чем обвинять, что-то гадать На мой взгляд, изначально большим пороком нынешней системы является то обстоятельство, что у нас отсутствуют прямые выборы важнейших, ключевых фигур администрации города Вот, я хотела спросить, не обидно ли? Мне обидно Берут кандидата, о котором никто из горожан практически ничего не знает, с его послужным списком не знаком Да нет, хороший послужной список, на самом деле, ни в чем поручищем его господин Осипов замечен не был, во всяком случае здесь Я не могу его каким-то образом в чем-то уличить, да и не буду, и не хочу Я всегда заставляю себя верить в лучшее и рассчитываю, что каждый последующий градоначальник будет лучше предыдущего Очень бы хотелось в данном случае заставляю себя таковым быть Но, тем не менее, все-таки я считаю, что идеальный вариант – это прямая демократическая процедура выборов И это не столь дорого, и претензий к избранному главе администрации было бы, ну, наверное, гораздо меньше И кредит доверия больше Почему же тогда нет ее до сих пор? Почему не вернулись к этой системе? Вот это нужно вопрос депутатам задавать нашим Но вы за? Я за Вы считаете, это было бы более эффективно? А другой системы во всем мире не придумано Назначать чиновника исключительно руководствуясь, пусть даже, мнением избранных депутатов Это не столь правильно, как опираться непосредственно на волю самого населения города Кирова Ваш кредит доверия, который вы даете новому главе администрации, если Осипов станет таковым все-таки? Полгода дам запросто, тем более, что, как правило, качество работы глав администрации у нас проверяется в зимний период Ну, то есть лето еще ничего? Ну, лето еще ничего Пусть врабатываются Пусть дороги ремонтируют Дороги ремонтируют, вырабатываются, готовят технику к зиме А вот зимой посмотрим Хорошо, Ян Чеботарев в нашей студии Мы продолжаем, собственно, переходим к карантинным мероприятиям Гость нашей студии, гость нашего сайта спрашивает вас, продлят ли карантин? Ну, наверное, это даже Владимир Владимирович до конца не может сказать Но на этой неделе скажет Ну да, я думаю, продлят как минимум до середины мая Во всяком случае, много источников сообщают именно об этом Это и рекомендации Министерства здравоохранения Да и, честно говоря, я каждый день мониторю ситуацию по развитию вот этой пандемии И вижу о том, что количество заболевших все-таки в Российской Федерации увеличивается И на территории Кировской области Уже превысила Китай по цифрам России Да, ну так мы и сами побольше Вот, хотя население у нас Поменьше Поменьше И не настолько оно плотно расселено, как в Китае Думаю, что продлят как минимум до середины мая Это еще, на мой взгляд, достаточно оптимистично Потому что некоторые мои коллеги предполагают, что все-таки следует рассчитывать Ну, как минимум до начала июня Вы когда говорите, что карантин продлят до середины мая Вы имеете в виду, какие мероприятия? То есть вот это наша самоизоляция, когда никто не работает почти и все сидят дома? Или все работают сейчас уже? Слушайте, я не открою здесь никакую тайну Нет у нас никакой самоизоляции Ну, посмотрите у нас Можно воспользоваться сервисом Яндекса Да, 1,8 сегодня Это очень низкий показатель Коэффициент самоизоляции, он достаточно низкий Более того, я абсолютно не понимаю существо подобного рода карантина Исходя из позиции, например, постановления указа господина губернатора Кировской области Господина Васильева в редакции его зама господина Чурина Ну, хорошо, да, у нас Не зам, не зам, подождите, все-таки Все-таки председатель правительства Председатель правительства Теперь это два разных человека Хорошо, хорошо Разных человек, два разных кондиционалов Значит, председателя правительства У нас определены системообразующие предприятия, которым фактически дозволено работать Ну, ладно бы ограничивалось только этим Но Ведь у нас есть оговорка, что и все смежники этих системообразующих предприятий То есть компании, которые каким-то образом участвуют в производственной деятельности этих предприятий Точно так же могут работать Ну, а тогда на кого у нас, простите, все эти карантинные мероприятия распространяются На пенсионеров, мамочек с детьми Ну, еще раз Каждый день вижу, как гуляют И бабушки, и дедушки, и детки малые И без малейших элементов защиты И собачек выгуливают Да бог с ними, с собачками Не вижу я, чтобы у нас достаточно внимательно люди относились к всем этим карантинным мероприятиям То есть вы считаете, что надо все-таки строже относиться к прохожим на улицах Безусловно И загонять всех по домам Ну, как минимум, вести разъяснительную работу более активно, скажу так Я читаю прессу, я вижу То есть вы за ограничительные мероприятия все-таки в отношении жителей, я уточню Ну да, безусловно Вне зависимости от того, что вроде как не настолько все критично в Кировской области Ну, во-первых, это пока не настолько критично А во-вторых, кто знает, что будет через неделю, через две, через три, через месяц У подобного рода пандемии волн заражения существует, как правило, ни одна и даже ни две И, на мой взгляд, все-таки халатно Наши власти относятся к тем мерам, которые сами же и продекларировали Уж в конце концов, если сказали, а давайте скажем, а вот я сейчас шел к вам, Аня, на эфир Я вижу, что в отличие от ситуации, которая была еще месяц назад Полтора месяца назад Количество патрулей Росгвардии, полиции увеличилось Ходят приятные молодые люди В масках В масках, в перчатках, прекрасно При этом не обращают ни малейшего внимания на людей, которые ходят по магазинам Заходят в подъезды, просто прогуливаются Ну, хоть вопросы какие-то надо было бы позадавать Я понимаю, что если человек будет вести себя откровенно, аморально Либо находиться в состоянии алкогольного опьянения Совершать какие-то хулиганские проступки Ну, наверное, его задержат И более чем уверен, что на него составят протокол В том числе и по соответствующей статье 6.3 Кодекса административных правонарушений Ну, а просто поинтересоваться Почему данный конкретный гражданин Посередняя, например, находится в месте Которое достаточно далеко отстоит от предприятий общественного питания, например Ведь в центре города Кирова люди есть На общественном транспорте ездят, ездят Все они идут к врачам Либо выгуливают своих животных Либо следуют по пути на работу и с работы До ближайшей аптеки они идут И не вижу я на самом деле ни малейшей попытки Попытаться даже проконтролировать Соблюдение карантинных мероприятий Слушайте, вот я автомобилист Я каждое утро езжу на работу И каждое утро вижу, что очень часто и большой поток идет Машины все едут в город Точно так же я в связи с карантинными мероприятиями Заканчиваю свою работу немножко пораньше Возвращаюсь домой Вижу о том, что опять же Большой достаточно поток машин Слушайте, я знаю о том, что у нас абсолютная нехватка Штатных сотрудников ГИБДД Которые с трудом могут справляться с контролем За соблюдением правил дорожного движения Отлавливают пьяных за рулем Выезжают на дорожно-транспортные происшествия Но тем не менее как-то попытаться То есть вы водителей тоже предлагаете проверять? Ну да, а чего? А зачем? А водитель он такой же человек Ну он зашел, сел в свою машину А куда он едет? На работу Ну а он вообще имеет право работать? Он работает на одном из этих 140 предприятий Системообразующих Экономику Кировской области Либо обслуживает это предприятие Слушайте, вот у меня есть в кармане справка Которую я сам себе написал У меня есть в машине документы Которые подтверждают, что лично я и мое предприятие Действительно обеспечивает деятельность Ряда системообразующих предприятий и прочее Но я что-то мне подсказывает Что далеко не все наши сограждане Столь ответственно относятся к происходящему Я готов поверить? Я месяц уже не знаю, как мне, простите, постричься Я буду решать эту проблему, если карантин будут продлевать Но тем не менее, я читаю интернет Я вижу о том, что люди, простите, да наплевали все На подобного рода ограничительные мероприятия Они выживают Я понимаю, что они вынуждены работать Ян Евгеньевич, вот у меня сейчас будет важное уточнение Вы все-таки за то, чтобы людей предупреждали И по-хорошему просили, что называется, дома сесть и посидеть дома, да, и не ездить без лишней надобности В продуктовый гипермаркет, аптеку, еще куда-то Или вы за то, чтобы какие-то карательные меры выводить в отношении тех людей? Начинать, безусловно, Аня, нужно с разъяснительной работы Безусловно, я недаром привел вам примеры о том, что... А штрафы? Штрафы... в каких-то случаях можно и штрафы применять Если, например, вот этот же патруль из двух симпатичных сотрудников полиции остановит человека Который скажет о том, что он просто вышел погулять Ну, есть повод задуматься А может ли человек гулять в период подобного рода чрезвычайного, не побоюсь этого слова, происшествия Которое у нас имеет место быть на территории Российской Федерации Слушай, ну мы уже месяц дома сидим, но тяжело, просто психологически тяжело дома сидеть в такое время Безусловно, тяжело А как, простите, а Москва? Ну, в Москве цифры, конечно, иные совсем Безусловно, безусловно И потом Москва, это город... Город миллионных Где надо передвигаться на длинные расстояния через метро там и еще что-то Ну, тогда у нас, простите, с чем связана вот подобного рода ситуация Когда у нас граждане относятся к подобным мероприятиям, как проводится ныне Просто как к дополнительному отпуску, который им предоставлен государством Мне всем так повезло Большинство-то, конечно, сидит без работы Из тех, кто действительно не работает, сидит без работы И, следовательно, думает, чем есть, на что еду покупать Я вижу, как ходит общественный транспорт Из этого же русского, я его вижу каждый день Там никакими безопасными расстояниями не пахнет Там водители, да, в масках сидят, прекрасно А пассажиры далеко не все Много народу в общественном транспорте? Много, много То есть давка Ну, поменьше, чем раньше было, но все равно много Так, подождите, вот у меня вопрос в связи с тем, о том, что вы говорите Если кировчане не соблюдают вот этот режим самоизоляции В таком случае вообще не очень понятно, а зачем у нас не работает непродовольственная розница Браво Почему у нас не работают тогда те же самые парикмахерские? Браво Да, ну, то есть, если люди все равно так и так общаются, ездят в общественном транспорте То зачем же тогда все эти муки-то бизнесу? Слушайте, в интернете висит куча объявлений о том, что на территории города Кирова Можно постричься и на дому, и где-то у кого-то на квартире и прочую вещь Ну, лучше все-таки как-то это контролировать Разрешить работу, установить четкие правила приема посетителей Санобработка, там, один-два человека, не больше Маски, средства индивидуальной защиты, да что угодно На мой взгляд, эффект будет лучше Я вижу пока о том, что, да, попытка какая-то была предпринята, безусловно Но эффект не бог весть какой Слушайте, а вы собственниками бизнеса наверняка ведь вот в течение этого месяца обсуждаете ситуацию, да? Регулярно, каждый день Как она меняется, восприятие людей, что люди говорят? То есть, вот мы видим, меняются списки, да, тех организаций и тех сфер, которым разрешено работать У нас в пятницу как раз были представители бьюти-индустрии У них очень большой вопрос, как раз в связи с тем, что есть огромный серый рынок, да? Почему не разрешают официалам? После нашего эфира было совещание у губернатора и продлили запрет на их работу до 30-го числа То есть, еще неделю люди без работы и без зарплаты При этом, ну, вот расширяется список, да? Но мы по-прежнему видим, что не работает непродовольственная розница Какая-то розница работает, какая-то не работает Ну, в части непродовольственной розницы с завтрашнего дня вносятся изменения в постановление правительства Российской Федерации 434 Где среди отраслей наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса Числятся и достаточно много направлений розничной торговли Так Это как минимум даст возможность торговцам претендовать на меры государственной поддержки На кредитные каникулы, на арендные каникулы, на снижение, на использование сниженных ставок налогов и прочее, прочее Ну, хоть что-то На мой-то взгляд, все равно это все от лукавого У нас пострадала вся экономика, а не какие-то отдельно взятые отрасли Начиная от... Вот еще раз Можно по пальцам двух рук, наверное, перечислить, какие отрасли экономики Правительство Российской Федерации считает пострадавшими И уверяю вас, среди подобного рода отраслей, например, машиностроения вообще нету А чего оно не пострадало, что ли? В связи с тем, из чего это вытекает Оказание услуг населению, ну, какие-то виды услуг есть, да, безусловно Стоматология, например Ну, хорошо, а офтальмология, а оказание медицинских услуг Хорошо, у нас признали потерпевшими фитнес-индустрию, прекрасно А образовательные услуги На мой взгляд, все это лукавство С одной стороны, я считаю, что государство просто пытается сэкономить деньги просто И предоставить как можно меньшему числу граждан и предпринимателей возможность воспользоваться теми поблажками Относительно небольшими, которые декларируются и на федеральном, и на местном уровне Ну, например, вот господин Васильев, недавно наш губернатор объявил, что на весь 2020 год предприятия, пострадавшие от коронавируса, смогут использовать пониженные ставки налога на доходы при упрощенной системе налогообложения Вместо 6% 1, вместо 15% доход минус расход 5 и прочие вещи Да, но там есть же условия, там же надо сохранить до 90% штата, не меньше Плюс еще и доход этих людей должен быть, ну, белым, да, если можно так сказать То есть полтора-полтора мрот Ну, как правило, здесь 18 тысяч рублей Я не понимаю, но у нас благодаря активной работе налоговой инспекции меньшие зарплаты встречаются достаточно редко Бывают, но достаточно редко Плюс, точно так же, ведь федеральное правительство пообещало, начиная с июня месяца, еще и компенсировать по минималке на каждого работника Правда, до конца таки непонятно, будет ли это однократный платеж, либо двухкратный, либо все-таки на протяжении какого-то периода времени Тем не менее, какие-то шаги предпринимаются, другой взгляд, в том, что, ну, неэффективно это Я считаю, что весь мир пошел по пути прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны бюджетов Я считаю, что это правильный путь То, что есть у нас сейчас, мне известно о том, что некоторые предприятия шумели получить кредитные каникулы со стороны кредитующих банков Некоторые, но не все Ну, я понимаю Многие обращались и не получили Ну, да, по формальным вещам зачастую именно из-за того, что они не входят в перечень подобного рода отраслей, которые пострадали от коронавируса Тут есть чисто чиновничьи ловкости, какого рода этот перечень не просто содержит наименование видов деятельности, а еще конкретные коды этих видов деятельности И очень часто эти коды просто не совпадают, например, организация общественного питания, либо деятельность кафе и ресторанов Вроде бы одно и то же Один код есть, а второй нет А, да, вот именно так Значит, кому-то повезло получить какую-то льготу, а кому-то нет Плюс, на мой же взгляд, вот очень сомнительна такая мера, как предоставление отсрочки в погашении кредитов, либо в погашении налогов на 6 месяцев Либо даже в получении каких-то льготных кредитов для того, чтобы выплачивать заработную плату Ну, хорошо, получил человек-предприниматель отсрочку на 6 месяцев, а через 6 месяцев он как и из чего эти налоги будет отдавать Значит, может быть, имеет смысл просто какую-то часть прощать, не накапливать этот долг перед бюджетом за бизнесом Точно так же А на что же тогда бюджет-то будет выживать? Существует масса доходов бюджета, которые никоим образом не пострадают Недаром ведь говорят о том, что нефть грядущего это люди Налоги на доходы физических лиц не уменьшаются никоим образом Налог на имущество граждан никуда не девается Это владельцы торговых центров смогут рассчитывать на какие-то послабления в взимании налога на имущество И то, если помогут своим арендаторам Да, если помогут своим арендаторам, плюс это будет производиться пропорционально времени, когда торговые центры просто стояли закрыты и не работали То есть месяц пока они стоят То есть как-то очень все у нас не продумано, на мой взгляд То есть вы просто за прямые выплаты? Я за прямые выплаты Не распределять людей там, да, на первый, второй, третий, там, да, по порядку рассчитайтесь У нас пострадали все, я считаю, слушайте, я не знаю, можно ли упоминать в эфире Эхо Москвы, активных оппозиционеров Я считаю, что идея, которую декларирует господин Навальный в этой части, она абсолютно здравая И сумма, которую он предлагает компенсировать гражданам в 20 тысяч рублей из бюджета на взрослого и 10 на ребенка Ну, это не бог весть, какие деньги Каждый мог бы получить, и потом, когда все откроется, наконец-то, эти деньги все-таки пойдут в экономику И таким образом поддержат все те предприятия, которые сейчас пострадают Конечно Яна Чеботарев, юрист в нашей студии Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты Программа «Особое мнение» продолжается Яна Чеботарев в нашей студии Напоминаю, мы продолжаем еще немножко про коронавирус поговорим Но вот в какой части, Ян Евгеньевич Жителю города Котельнич грозит штраф в 100 тысяч рублей За фейковую новость О новом мировом порядке в социальной сети Значит, мужчина сообщил подписчикам одной из групп о том Что на самом деле коронавируса не существует А проводится специальная операция по установлению нового мирового порядка В ходе которой населению под видом вакцинации будут устанавливаться электронные чипы После мужчина признался, это я цитировала сейчас После мужчина признался, что все это выдумал Ну и теперь у нас довольно быстро поменяли законодательство в части ответственности за фейковые новости О коронавирусе Вот, и сейчас мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей И вот здесь у меня вопрос на самом деле То есть сомневающихся в том, что коронавирус действительно опасен Их много Тех людей, которые в социальных сетях выступают Ну, так скажем, с предложением соблюдать какие-то разумные меры Но уже не впадать там, да, в какие-то крайности Их тоже много Где предел? Ну, это очень просто Кто решает, фейковая новость или не фейковая? Аня, это очень просто И, уверяю вас, вы знаете это не хуже меня Если какое-то сообщение преподносится как достоверный установленный факт, как утверждение Это может квалифицироваться как новость И если автор подобного рода сообщения Не может никоим образом подтвердить достоверность этого утверждения Это фейковая новость В то же время никто не мешает нам с вами пока Слава Богу Делиться своими мнениями, предположениями И высказывать какие-то свои оценочные суждения Вот мы сидим с вами, критикуем неэффективность тех мер, которые принимает наше правительство Имеем на это право Пока И будем рассчитывать, что это право за нами сохранится еще достаточно долго Если мы с вами начнем утверждать о том, что ну вот где-то что-то произошло Там что-то сгорело, что-то взорвалось Коронавирус где-то распространился То есть распространять заведомо для нас с вами недостоверную информацию Которое будет поддаваться именно как утверждение о чем-то Ну здесь мы безусловно сможем рискнуть И нас безусловно подвергнут ответственности и на мой взгляд справедливо То есть вы считаете, что вот эти штрафы и штрафные там какие-то санкции В отношении людей, которые распространяют недостоверную информацию Это правильно? Ну безусловно, правда всегда говорить легко и приятно И я всегда буду отстаивать и отстаиваю право любого человека Любого средства массовой информации на свободу собственного мнения Но если человек утверждает о каком-то факте Ну будь любезен тогда как-то это обосновать Если это глупая шутка, ну это одно Можно рассматривать это как своего рода смягчающее обстоятельство Но тем не менее, откуда мы можем знать и поручиться Что граждане, которые услышали вот подобного рода шутника из города Котельнича О том, что по его мнению происходит И что на самом-то деле какие-то вакцины способствуют исключительно Установлению нового мирового порядка Они просто не откажутся от медицинской помощи И могут навредить собственному здоровью Здесь безусловно ответственность должна безусловно быть Да, и в таком случае, если ты вдруг хочешь в социальных сетях написать что-то В чем ты не уверен, надо что писать? Русский язык, он крайне богатый И когда человек хочет поделиться Не обязательно То есть можно ставить знаки вопроса У нас существуют такие конструкции, как риторический вопрос Ирония, да что угодно То есть необходимо избегать конструкции утверждения о чем-либо И все Если ты не уверен в чем-то, ты не утверждай Для простоты можно написать, что я полагаю Либо мне представляется Я думаю Друзья, хочу с вами обсудить И прочие вещи Все, что я напишу дальше, является моим оценочным обсуждением Почему нет? Понятно Хорошо, еще одна новость Тоже опосредованно связанная с коронавирусом Наверняка вы видели уже Обращение было от лица Госдумы Предлагается освободить религиозные организации в России От коммунальных платежей Это поддержка бизнеса, да, такая? Это вы шутите сейчас? Нет, шу как На мой взгляд, у нас очень много религиозных организаций Представляет из себя замаскированный бизнес Которые банально зарабатывают деньги И в последующем успешно эти деньги инвестируют Да, проблема-то в том, что они сейчас как раз не зарабатывают Потому что храмы живут, ну, если бы про православные храмы говорили Не только они Живут на требах В таком случае вопрос, почему не освободить всех остальных? Весь бизнес страдает И давайте будем последовательны Если у нас, простите, есть утвержденные постановления правительства Список приоритетных отраслей экономики Которые наиболее пострадали от коронавируса Смелишь заметить, что... Но никому из них, кстати, не обещают простить коммунальные бюджеты Безусловно Во-первых, ну и религиозных организаций Там, простите, нет На мой взгляд, это все на все говорит о том, что недостаточно гибко Устроены отдельные наши религиозные организации Можно попытаться перенести богослужения и требы в сети интернет Так уже Например, надо развивать это направление Я, между прочим, видела уже на портале Правмир Некоторые храмы присоединились к определенной форме И они уже онлайн принимают записочки о поминовении Они принимают онлайн Там, батюшки, скидываешь на телефон определенную сумму денег Да, безусловно И на службе эти имена все зачитывают В начале года размещал у себя на Фейсбуке забавную фотографию В католическом храме не свечки стоят, а специальные автоматы Где лампочки зажигаются Совершенно верно Это распространено там, да, в Западной Европе Показатель Ну, на мой взгляд, безусловно Освобождать кого-то от коммунальных платежей Большого смысла не вижу Если уж кому-то какую-то помощь оказывать То всем, простите И вне зависимости от того Является ли это предприятие, производящее мороженое, к примеру Либо оказывает населению какие-то услуги материального Либо духовного характера Чем услуги, например, образовательного учреждения Атеистической направленности отличаются С точки зрения закона От поведения наших батюшек Которые осуществляют какие-то свои религиозные обряды Ничем У нас светское государство Если освобождать, то всех Если не освобождать, то никого Я, как налогоплательщик, не хочу, чтобы государство мои деньги транжирило подобного рода образом Потому что это в любом случае кончится тем Что даже если подобного рода поблажка будет предоставлена То она будет оплачена за счет бюджетных дотаций Этим же ресурсоснабжающим организациям Ну потому что они-то ресурсы поставляют Конечно, они же эту воду греют Они же это электричество вырабатывают и транспортируют Оно все равно подлежит оплате Понятно Так, еще у нас остается 4 минуты И две темы у меня есть Первая связана с тем, что надвигается дачный сезон И я смотрю, что во многих регионах России уже прозвучали призывы ввести некие пропуска для дачников Это раз Обязательный масочный режим это два Но пока, по крайней мере, речи не идет о том, чтобы запретить поездки на дачи пожилым гражданам Но мы все представляем себе автобусы, которые идут в разгар сезона в садоводческие товарищества Там Давка, Ян Евгеньевич Да я представляю, я сам житель загородной У меня сезон начался достаточно давно Я уже готовлюсь к активному производству сельскохозяйственной продукции Я прекрасно понимаю, что для многих наших сограждан Вот эти несчастные 3, 4, 5, 6, 10 соток земли И возможность высадить несколько кустов картошки Либо клубники и прочее Является существенным подспорьем Благодаря чему они и выживают Это во многом пенсионеры наши Безусловно, картошка стоит не так дорого в магазинах Но своя картошка, она, во-первых, лучше А во-вторых, все равно дешевле Потому что свой картофель не стоит для человека практически ничего Кроме своего собственного труда А это у нас вещь, которую, как правило, никто не ценит И, безусловно, я считаю, что ни один коронавирус Жизнь на этом не заканчивается Я думаю, что мы все равно эту эпидемию преодолеем Надо подумать, каким образом организовать безопасность граждан Следующих в посадочный сезон, который начнется в майские праздники На свои приусадебные участки Может быть, имеет смысл увеличить количество? Конечно, в этой части надо сочетать и ограничительные меры И меры, простите, которые позволят гражданам все-таки Обеспечить собственную продовольственную безопасность И не перезаржать друг друга То есть в обязательном порядке ввести маски при входе в автобус Все заходят и все в масках И только так тебе кондуктор продаст билет? Ну, может быть и так Как я, с учетом того, что я все-таки из врачебной семьи происхожу Я не вижу в масках безусловной панацеи Маска предназначена для того, чтобы больной человек не заразил здорового А не для того, чтобы защититься от этого Но, тем не менее, хотя бы это даст возможность гражданам Соблюдать вот эту самую социальную дистанцию Если автобусов будет больше Если автобусов будет больше И вот здесь это, безусловно, повлечет дополнительные издержки за счет бюджета Но это будет прямая забота о гражданах И это будет показатель того, что наше правительство Прислушивается к нуждам и чаяниям обыкновенного нормального кировчанина Который вынужден, зачастую именно вынужден Заниматься посадками овощей на собственном небольшом огородике Вот такое пожелание от нашего гостя Яны Чебутарева В адрес областных властей и городских властей В преддверии дачного сезона Потому что люди на дачи поедут все равно И если мы не хотим получить очередной всплеск заболевших И продлить карантин в нашем регионе еще так на месяц примерно То все-таки давайте мы каким-то образом изыщем возможности Хотя бы на посадочный сезон Хотя бы, да На время, пока люди активно ездят, копают, прибираются, сажают и прочее Спасибо, Ян Евгеньевич Программа «Особое мнение» на этом завершается Яна Лапшина, всем до свидания До свидания